Какой самый древний европейский город вы знаете? Рим? Афины? Или, быть может, Константинополь? Неа, все мимо. Есть в Болгарии один любопытный городок, который засунет за пояс все вышеупомянутые. И сегодня мы будем с ним знакомиться. Добро пожаловать в Пловдив! Если вы путешествуете по Болгарии, то не посетить Пловдив вы просто не имеете права. Пловдив – это не только древнейший город Европы, но еще и второй по размеру город Болгарии. Правда, если вы подумали, что мы прибыли в какой-то мегаполис, то смею вас расстроить. Мы же сейчас в Болгарии, где население всей страны составляет менее семи миллионов человек. Поэтому в крупнейшем по местным меркам городе проживают всего 350 тысяч жителей. Город разместился примерно в центре страны, поэтому в каком бы уголке Болгарии вы не находились, добраться сюда не составит труда. Как к примеру, дорога из Бургаса составит около 250 километров, ну а из Софии и того меньше – всего 150. Как правило, туристы, которые желают посетить город, прибывают в столицу, а уже оттуда добираются рейсовым автобусом до автовокзала Пловдива. Правда, в городе есть еще и свой аэропорт, но он не так сильно развит, как столичный, поэтому вряд ли вам удастся найти прямой перелет до Пловдива. В общем, добраться до Пловдива проблемы не составит. Тем более, если вы, как и я, путешествуете на автомобиле. После прибытия в город, первой задачей для туриста становится мучительный выбор, где же в Пловдиве арендовать жилье. Ну что ж, попробуем разобраться. Город расположен на реке, которая делит его на две части. Правый берег – самый вкусный. Тут притаился старый город, да и в целом, все основные достопримечательности Пловдива. Левый берег вобрал в себя индустриальные зоны и спальные районы, что соответственно отразилось на стоимости арендного жилья. Тут я сразу же влезу со своими рекомендациями и поделюсь с вами одним лайфхаком. Если вы прибыли в Пловдив, чтобы осмотреть достопримечательности, вам абсолютно нет нужды переплачивать и селиться в старом городе. Гораздо выгоднее будет поселиться на левом берегу, в районе Куршьяка, как это сделала я. Район достаточно чистый и тихий. При этом тут неплохо обстоят дела с парковочными местами, чего нельзя сказать о центре Пловдива. Ну и вид на реку – это всегда приятный бонус. Кстати, о парковках. Если вы смотрели мое видео о Софии, то уже знаете, какие проблемы бывают с парковками в Болгарии. Пловдив – не исключение. Эвакуаторы тут работают крайне быстро. Легко остаться без машины, если зазеваешься и не успеешь оплатить парковочное место. К минусам Пловдива стоит отнести тот факт, что урба или другой службы онлайн оплаты парковочного места здесь не работают. Так что придется выкручиваться. Тут я не могу не упомянуть менталитет местных жителей. Болгары – очень радушная нация и часто сами приходят на выручку с подобными проблемами. У меня так и произошло в Пловдиве. Я по незнанию припарковала машину на платную муниципальную парковку и уже была собиралась отправиться на прогулку, как ко мне подошел Болгарин и рассказал, что через пару минут на улице будут проверять оплату парковочных мест. Поняв, что я не местная и не смогу оплатить парковку смс-кой, он предложил мне переставить машину на его частную парковку. Причем совершенно бесплатно. Ну что-то я отвлеклась. Давайте вернемся к апартаментам. Нашла я их на букинге и в который раз приятно удивилась подходу местных жителей. Мало того, что и апартаменты обошлись мне в два раза дешевле, чем в столице, так еще и хозяйка встречала при заезде лично и даже поделилась с квартирантами стиральным порошком. У нас за все время есть апартаменты со стиральной машиной. У нас сегодня будет стирка. А еще первый раз за все время в апартаментах большой телевизор. Обычно там даже наш ноутбук, наверное, был больше, чем телевизор. В целом квартирка очень приятная и светлая. Будете отдыхать в Пловдиве, рекомендую и ее, и хозяйку. Девушка очень приветливая, немного говорит по-русски, а потому здорово помогла мне с советами, как лучше осмотреть город. Вроде бы и мелочь, но такой заботливый подход местных сразу добавляет городу плюс 5 к обаянию. Буквально в 100 метрах от апартаментов, где я остановилась, начинается наш туристический маршрут. Тут через реку Морица перекинулся небольшой пешеходный мост. Достаточно потратить всего пару минут на прогулку по мостику и вуаля, вы в туристической части Пловдива. В самом начале главные улицы города, откуда мы и начинаем наше путешествие. К тому же прогулка может оказаться еще и полезной. По мосту разместилось множество торговых павильонов, поэтому если вам захочется заняться уличным шопингом или прикупить в дорогу перекус, то сделать можно это на месте, не отклоняясь от маршрута. Центральная улица Пловдива пешеходная и была не так давно отреставрирована. Поэтому прогулки по ней доставляют настоящее удовольствие. Это главная туристическая артерия города. Она пересекает пару площадей и скверов, а местами даже уходит под землю. От нее отвлекается множество пешеходных переулков, от чего прогулки здесь становятся еще увлекательней. Тут же разместилось и несчастное количество кафешек, старинных зданий, магазинов и даже древних артефактов. В общем, гулять по улице можно целый день и постоянно открывать для себя что-то новое. Ну и конечно прогулка выходит вдвойне приятная, если вам подфартит с погодой. Гулять в яркий солнечный день одно удовольствие, из-за чего лучшим сезоном для посещения города считается конечно же лето. Я же в Пловдив прибыла в средине осени. Солнце было спрятано под толстым покрывалом туч, которые временами поливали меня легким осенним дождиком. Ну вот насколько мне повезло с погодой в Рилах, ровно настолько же фортуна отвернулась от меня в Пловдиве. Потому, чтобы лучше передать атмосферу города, мне временами придется прибегать к магии видеомонтажа. Не серчайте! Субтитры сделал DimaTorzok Не успеете вы вдоволь насладиться пешей прогулкой, как дорога приведет нас к первой туристической локации. Площадь Джумаята. Площадь получила свое название в честь одноименной мечети, размещенной здесь с турками в годы оккупации. Это одна из самых сохранившихся и крупных мечетей на Балканах. Полное название мечети – Улу Джумая, что означает «главная пятничная мечеть». Она действует до сих пор и является центральным местом молитв мусульман города. Мечеть имеет прямоугольную форму и расположена к западу от старого города. Джумая имеет архитектурную особенность. Ее молитвенный зал увенчат девятью куполами, покрытыми свинцовыми пластинами. При строительстве мечети использовалась так называемая ячейстая конструкция. Каменные блоки укладывались слоями, разделенными между собой сдвоенными рядами кирпичей. Этот стиль был характерен для построек Балканского полуострова до нашествия османов и встречается почти во всех древних постройках Пловдива. На юго-западном углу мечети установлены диковинные солнечные часы. Они до сих пор исправны и подсказывают туристам время, но не стрелками, а тенями. Но если вы не хотите разбираться с солнечными подсчетами, то можете сверить стрелки и по другим, не менее красивым часам, расположенным на площади, который уже добрую сотню лет украшает изящную крышу здания бывшего народного банка. Правда, все эти здания меркнут по сравнению с тем, что ожидает нас внизу площади. Во время реконструкции улицы, примерно 100 лет назад, археологи раскопали жемчужину античного наследия города – Римский стадион. В начале второго века, когда Пловдив находился под властью римлян, в городе был построен уникальный в своем роде стадион. Он расположен прямо между двух холмов, на естественном склоне. Удачное природное расположение позволило построить огромное, по меркам того времени, сооружение. Склоны холмов использовались для размещения зрительных рядов, а рядом стоящие вершины холмов позволяли увидеть происходящее событие на сцене даже в отдалении стадиона. Размеры строения потрясают воображение – 240 метров в длину, около 50 в ширину. Монолитные блоки из мрамора использовались для возведения 14 рядов зрительных мест, на которых могли расположиться около 30 тысяч человек. Сидения изготовлены из массивных мраморных блоков, а передние части украшены стилизированными львиными лапами. Античный стадион в Пловдиве был построен по плану дельфийского стадиона. Всего в мире сохранилось лишь 12 сооружений этого типа. На стадионе организовывались спортивные состязания, а также гладиаторские бои. Размеры стадиона были таковы, что на нем могло проходить до четырех различных представлений одновременно. На площади видна лишь малая полукруглая часть сооружения. Ну а для того, чтобы туристы могли лучше представить, как выглядел стадион во времена римлян, болгары соорудили рядом на площади небольшой макет-стадион, который в деталях передает красоту сооружения. Просто обожаю, когда муниципалитет заморачивается даже такими мелкими деталями для удобства туристов. В четвертом веке нашей эры эту территорию пересек также и древний акведук, от которого частично сохранились арочные опоры. Ну а полноценно полюбоваться акведуком теперь можно разве что на макете. Сейчас стадион спрятан примерно на 8-9 метров под землю и виден только его северный конец на площади, а также некоторые другие элементы конструкции, которые в качестве экспонатов вписаны в дизайн подземных магазинов. Разглядывая сверху эту диковинку, вы очень понимаешь, как меняется мир вокруг нас спустя тысячи лет. Постепенно старые здания уходят под землю, и новая эпоха дарит городу новые строения, которые слой за слоем формируют облик нового города. Стадион сохранился крайне неплохо, как для своего возраста. Теоретически археологи могли бы раскопать и отреставрировать его полностью, но для этого пришлось бы снести часть той красивенной пешеходной улицы, по которой мы с вами сегодня гуляем. А это, знаете ли, уже непозволительная роскошь. Поэтому туристу доведется довольствоваться осмотром лишь малой его части. Но не печальтесь, пловдив просто нашпигован античными раскопками. Поверьте, во время прогулки они еще успеют вам наскучить. Если свернуть от площади влево, то по одной из многочисленных улочек мы попадем в милый и запутанный район Капана. Улицы здесь довольно узкие, часто петляют и сворачивают в непонятном направлении, а иногда и вовсе заводят туриста в тупик. Именно из-за этой особенности район и получил свое название. Капана в переводе означает «ловушка» или «капкан». Это арт-квартал Пловдиво. Когда-то здесь проживали ремесленники. Тут ткали ткань, работали гончары. Сейчас уже всего этого не осталось. Но туристу о былых временах напоминают многочисленные музеи и старинные домики. Здесь множество разных художественных галерей, уникальных сувенирных магазинчиков, а также кафе с интересным и красочным дизайном. Но помимо древнего искусства, район также может похвастаться и современным уличным. Стены домов в этом районе украшены многочисленным стрит-артом и граффити. Поэтому гулять и фотографировать можно долго-долго. Уличного искусства в Пловдиве настолько много, что турагентства даже организовали полноценный граффити-тур по городу. Картины расписаны на скалах, на огромных многоэтажных домах, фасадах школ, магазинов и гаражей, на стенах подземных переходов и дорожных развязок, на государственных учреждениях и заброшенных зданиях. Некоторые из работ легко найти, другие находятся в труднодоступных местах. Самобытное граффити в Пловдиве олицетворяет уникальный дух города – красочный, веселый, богемный, игривый, волшебный и романтичный. В последние годы искусство граффити завоевывает все большее признание городских властей. Для улучшения и раскраски городской среды организован ряд фестивалей. В дни проведения весь квартал превращается в настоящий праздник. Дома украшаются гирляндами, на улице звучит музыка и царит праздничная атмосфера. Причем фестивали в Капане не всегда связаны именно с искусством. Часто причиной праздника становится современное молодежное веяние. И, конечно, мега популярным поводом для праздника является уже привычный горожанам Капана фест. Фестиваль начинается в арт-квартале, но впоследствии охватывает весь город. Это невообразимое буйство красок и веселья. К празднованию приглашают актеров, устраивают бои гладиаторов и веселое праздничное шествие. Поэтому, если вы планируете туристическую вылазку в Пловдив, то рекомендую подгадать свое посещение города под один из этих фестивалей. Точно не пожалеете! Сразу за Капаной начинается второй, не менее интересный древний район города, который так и называется – Старый город. Это уникальный мини-город внутри Пловдива со своим собственным ритмом и образом жизни. Архитектурный заповедник включает в себя музеи и старинные дома, общественные здания, храмы, кафе и рестораны и археологические памятники. На мощенных улочках Старого города, кажется, останавливается само время. Тут, как нигде больше, вы найдете не только красивую архитектуру, но и настоящую историю Болгарии. В Старом городе вас будет возможность увидеть древние раскопки, средневековые памятники, а также множество красивых и живописных мест для фоточек. Здесь же разместились очень красивые средневековые городские ворота Хесар-Капе, которые были построены в 11 веке, а сегодня стали одним из символов города. Если вы любите то чувство, которое могут принести вам старинные места, то это отличное место для вылазки. Вы можете ощутить романтику и волшебство во время прогулок по мощенным улочкам, извивающихся среди домов, музеев и гостиниц. Отделить Старый город от Капаны достаточно непросто. Здесь нет цельной крепостной стены, которая бы разделила город на части, как в Дубровнике или же естественного водного барьера, как в Несебре. Но все же одна отличительная особенность у этого места имеется, и вы ощутите ее буквально своими ногами. Если Капана размещена в равнине, то вот Старый город спрятался на холме. А точнее не на одном, а сразу на трех. Холмы фактически срослись вместе и временами довольно сложно определить, где заканчивается одна вершина и начинается следующая. Если Каплут немного глубже, то становится понятно, что холмы играли очень важную роль в истории города, поэтому и мы им сегодня уделим повышенное внимание. Тут, пожалуй, нельзя не упомянуть об одной особенности Пловдива. Он, как и Рим, был основан на семи холмах. Поэтому, если вы планировали оббежать Пловдив за один день, сразу же меняйте билеты и продлевайте отель. Сделать это будет непросто, потому что для знакомства с городом нам понадобится постоянно то карабкаться вверх, то спускаться вниз. Надеюсь, вы взяли с собой кроссовки и весь год не пропускали походы в спортзал. Ну что ж, попробуем осмотреть каждый холм и заодно посчитаем, сколько их здесь на самом деле. А чтобы было удобно считать, будем знакомиться с ними по порядку, а заодно и рассмотрим, что притаилось интересного возле каждого из них. Первый из трех холмов старого города носит имя Небет Тепе. Название турецкое и переводится как холм стражей. Он действительно самый первый. История древнейшего европейского города началась именно тут, еще в Бронзовом веке, 8 тысяч лет тому назад. Доказательство этому – остатки строений, выполненных в специфической манере. Циклопическая кладка. Большие каменные глыбы подгоняли друг другу, а щели между ними плотно забивали камнями поменьше. Само собой, никакого раствора или армирования тут не применялось. И, как ни странно, эти постройки вышли вполне устойчивые. Не в последнюю очередь, конечно же, благодаря силе тяжести огромных валунов. Название данному способу кладки дали уже пришедшие на эти земли греки. Они не понимали, как возможно притянуть на холл огромные тяжелые каменные глыбы. И считали, что это дело рук гигантов-циклопов. Именно с этого холма начал расти и развиваться древнейший город Пловдив, постепенно разрастаясь на остальные холмы. Второй холм – Таксим-Тепе. Его название происходит от арабского слова «таксим» – распределение. На холме собирали воду, попадающую сюда с римского акведука, а затем распределяли по трубам, питающим разные районы города. При Османах холм называли также «сарай-Тепе», поскольку тут было много сохранившихся больших зданий. Вот и в наши дни холм может похвастаться тем, что на его склонах сохранились самые красивые дома старого города. Одним из старейших сохранившихся зданий можно смело считать храм Святой Богородицы. Маленькая церковь существовала на этом месте еще в 9 веке. Нынешнее здание было построено в конце 19-го, как главная церковь Пловдива. Это была большая трехнефтная псевдобазилика, построена болгарскими мастерами. Еще во времена Османского ига здесь впервые на территории страны стали проводить службу на болгарском языке, из-за чего церковь стала символом религиозной борьбы за независимость. Во дворе храма установлены красивые кованые часы. Причем никакого религиозного посыла в них нет. Изящные городские часы – это не какой-то муниципальный проект, а милый подарок, сделанный городу от местного женского клуба. В целом Пловдив может похвастаться неплохой коллекцией стародавних храмов на любой вкус и цвет. Например, есть тут очень красивый и колоритный кафедральный собор Святого Льдовика. И да, как ни странно для Божьей обители, но фасад этого храма также может похвастаться украшением в виде старинных часов. Правда, стоит признать, что в целом не только фасад, но и весь собор у болгар в этом случае вышел какой-то необычный. Наверное, можно было бы даже заглянуть вовнутрь. Но я религиозную архитектуру не очень люблю, больше предпочитаю рассматривать всякого рода раскопки. Поэтому оставлю осмотр церквей другим блогерам, а мы с вами двинемся дальше. Территория храма Святой Богородицы фактически находится на стыке Трихолме. Здесь Токсим Тепе заканчивается и начинается третий холм Джамбас Тепе или Холм Канатоходцев. Название объясняется весьма просто. На его крутых склонах ранее устраивались представления акробатов и канатоходцев. Здесь сохранилось множество памятников культуры и истории. Помимо живописных старинных домиков, холм может похвастаться одним уникальным и очень красивым строением. Это древний Пловдевский театр. Древний Пловдевский театр. Античный театр – это древнеримская арена, построенная императором Трояном во II веке. Археологический памятник был случайно обнаружен во время смещения грунта всего 50 лет тому. Театр представляет собой полукруг с внешним диаметром 82 метра. Строение делится на две зоны – зрительный зал и сцену. Зрительный зал выдолблен в склоне холма и состоит из 28 концентрических рядов мраморных сидений, которые разделены проходом на два яруса. Верхний ярус пересекают узкие радиальные лестницы. В лучшие времена театр мог вместить до 7 тысяч зрителей. Правда, судя по узким проходам, люди в те времена были несколько компактнее. Зрительные места окружают подковообразную сцену, южнее которой разместились все необходимые сценические помещения. Они имеют три этажа, поддерживаемых колоннами и украшены мраморными скульптурами. А вот южнее уже ничего нет. Тут холм заканчивается крутым обрывом и начинается дорога. Под самим театром сквозь холм проложен широкий автомобильный тоннель. Как по мне, то он очень органично дополняет картинку и демонстрирует, как легко болгары умеют вписывать в археологичные раскопки обычную жизнь города. В целом, уникальное расположение театра на холме лишь прибавляет античной диковинке шарма и усиливает потрясающие эмоции от его посещения. Театр меня очень поразил не только своей красотой и масштабами, но и подходом реставраторов к этой уникальной архитектурной памятке. Обычно подобные находки превращают в музей или в какую-то туристическую диковинку, а тут самый настоящий театр. Реставраторы заморочились и восстановили находку как полноценно функционирующую площадку для выступлений со всей необходимой инфраструктурой как для зрителей, так и для актеров. Сейчас, после масштабных реставрационных работ, здесь снова проходят музыкальные мероприятия. Если вы хотите почувствовать себя настоящим жителем прошлого, то обязательно загляните сюда. Сегодня античный театр вмещает до 4000 посетителей и обладает невероятной акустикой. Каждое лето на его сцене проходит выступление под открытым небом Пловдевской оперы и аккомпанирующая ей симфонического оркестра. Проводится множество концертов болгарских и зарубежных артистов, а гостями являются многие балетные трупы. В свое время на этой сцене выступал даже Стинг, а в 2021 году здесь даже проходил крайне интересный показ кинофильма «Властелин колец» в сопровождении оркестра из 250 музыкантов, создающих уникальное музыкальное сопровождение. Ну а в те часы, когда в театре не проходят представления, вход за символическую плату открывают для всех желающих. Рекомендую и вам заглянуть сюда, прикоснуться к древним камням, по которым тысячи лет назад вступали величественные римляне. Ну или просто посидеть на скамейке и немного отдохнуть перед дальнейшей прогулкой. Спустившись в трехолме, дорога вновь возвращает нас на… на все ту же пешеходную улицу, с которой и начиналась наша прогулка. Не знаю, как вы, но я, попрыгав по холмам, немного подустала. Нужно срочно восстанавливать силы и сделать это на главной улице не составляет проблем. Кафе и ресторанов тут предостаточно. Выбор найдется на любой кошелек. Я, конечно же, люблю ресторанчики, но сегодня не тот случай. Во времени сильно лимитировано и посетить нужно еще столько всего, что мама дорогая. Поэтому подкрепляться калориями будем на ходу. Благо, с уличной едой тут тоже все супер. Исходя из своего опыта, могу поделиться небольшим лайфхаком, как правильно выбирать самое вкусное заведение в чужой стране. Секрет таков. Игнорируем цветастые вывески и ищем то место, куда выстроилась толпа людей. Если толпа состоит из местных, то и нам тоже сюда. В Пловде меня приятно удивила местная шаурмяуница. Болгарского я не знаю, в названиях местных блюд плаваю, потому современный подход к обслуживанию в данном заведении мне особо приглянулся. С первого взгляда обычный общепит. На фасаде классическое окно заказов, но с одним нюансиком. Особенность в том, что на кассе никто из посетителей не делал заказ, да и в целом ничего не оплачивал. При этом немалая очередь посетителей двигалась достаточно бодрым темпом. Чтобы понять, что тут происходит, достаточно заглянуть за угол. Там на стене в кафе разместилось несколько интерактивных терминалов, где клиенты могут изучить меню и заказать понравившееся блюдо. Фактически даже знание языка не требуется, можно просто ориентироваться по картинкам. Сформированный заказ оплачиваем здесь, бесконтактным терминалом. Для туриста без местной валюты в карманах самое то. В кассу же вам нужно будет заглянуть только, чтобы забрать приготовленный для вас заказ. Быстро и удобно. Гадалки не ходи, хозяева явно вдохновились Макдональдсом. Оперативно расправляемся с перекусом и движемся дальше по пешеходной улице, пока не заприметим красивую каскадную лестницу с фонтанами, у основания которой установлена, хотя нет, скорее усижена весьма любопытная скульптура Милео. И нет, это не какой-то там фэнтезийный персонаж, а вполне реальный человек, который жил в городе всего 40 лет назад. Современники описывали его как слабоумного, добродушного и колоритного чудака, который любил дни напролет проводить на главной улице. Он обожал говорить комплименты женщинам и фотографироваться с туристами. Владельцы многочисленных здешних кафешек о нем заботились и бесплатно угощали вкусняшками. Еще при жизни Милео стал своеобразной достопримечательностью города. Воспоминания жителей Пловдива Милео в основном связаны с его слабостью красивым девушкам и особенной внешностью. Все дело в том, что, согласно местным слухам, природа наградила чудака не только большими ушами, но и еще одним большим достоинством. В общем, одним из любопытных атрибутов гардероба Милео были короткие обтягивающие штаны, которые лишь усиливали подозрения девушек в одаренности парня. Согласно одной городской байке, однажды в летний жаркий день Милео сидел за столиком в местной кондитерской мечтах. Две красивые молодые девушки зашли в заведение и стали выбирать торт. «Мы будем есть торт», весело воскликнул Милео. Девочки, которые не раз слышали легенды о его таланте, не растерялись, и предложили «Если ты снимешь штаны и постучишь ими по столу, торт с нас». Через 10 минут добродушный талисман города вышел из кондитерской с тортом и двумя безалкогольными коктейлями в придачу. «Обратите внимание, где у него волшебная палочка. Сзади по всему он правой рукой ее держит. Если он исполняет желание, значит у него есть волшебная палочка. Как-то так». Туристы верят, если нашептать Милео на ухо желание, то оно обязательно сбудется. Я, само собой, это дело проверила. «Я здесь нашла мужика одного, и вряд ли он исполняет желание, если его хорошенечко нашипать на ухо». «Вот он. Так выглядит. А скажем мы ему…» Не работает. Потому как, пожелав, чтобы мир в 2022 году изменился, результат я представляла себе несколько иначе. «Нашествие воинственных орков я точно не загадывала». Видимо, нужно было четче прорабатывать формулировочку. Скульптура разместилась на улице не в одиночестве. Рядом с ней расположена большая цветастая инсталляция «Together Пловдив 2019», возле которой просто обожают позировать туристы. Эту надпись соорудили на центральной улице города не просто так. В 2019 году Пловдив был удостоен звания «Культурная столица Европы». «Вот так вот. А вы что думали, в село приехали?» «Это столица Европы, детка! Париж подвинься, теперь ты на скамейке запасных». К этой дате в городе было организовано множество различных арт-инсталляций. Одна из них запомнилась мне особенно сильно. Помните те уличные фонарики в Капане? Оказывается, они светят не просто так. В рамках городского проекта, рожденный сегодня, освещение улицы подключили к кнопке в местном роддоме. Теперь, когда в Капане рождается ребенок, лампы на улице моргают, символизируя появление новой жизни. Рядом с мерцающими огнями можно найти каменную табличку, объясняющую цель инсталляции – вызвать чувство веры и надежды в светлое будущее города. Но не будем отвлекаться на Капану и вернемся к нашей пешеходной улице, откуда шикарная лестница с фонтанами, игриво манит туриста вверх. Десятиминутная прогулка по лестнице с надписью Together приведет вас на вершину четвертого холма, который чаще всего называют его турецким именем Сахат Тепе или холм с часами. На нем еще в 16 веке была построена часовая башня, которая является одной из старейших в Европе и имеет высоту 17,5 метров. У этих часов нет ни циферблата, ни солнечной стрелки. Каждый час часы отбивают при помощи механизма с колокольным звоном, звук которого эхом разносится по всему пловдиум. Считается, что в римские времена на вершине холма находился храм богини Венеры. Кроме того, у холма есть еще одно название – Данов холм, посвященное известному болгарскому учителю, книгоиздателю и мэру Пловдива – Христо Данову. На другом конце холма в 1956 году была построена телебашня. Строение, конечно, массивное, но особой туристической ценности не несет, поэтому усложать маршрут прогулкой на южную часть холма мы не станем. Холм зеленый и с удобными тропинками. По сути, весь холм является обустроенной парковой зоной, по которой можно гулять и любоваться видами города. Тут под часами я нашла очень приветливого гида. В Болгарии очень много котиков, но редко когда они просятся в кадр. Обычно куда-то спешат по своим котейским делам, но вот в Пловдиве они прям мега любопытные и мега общительные. Жители города заботятся о них, часто встречаются кормушки и поилочки для путшистиков. Конечно же, не Стамбул, но тоже очень даже котячий город. Не знаю, как вам, а я котика в городе просто обожаю. Они настолько милые, что отлично дополняют абсолютно любой пейзаж. И вот все равно, что они делают, гуляют, облизываются, играются или даже просто мирно посапывают, степень милоты всегда просто зашкаливает. Спуская из холма, внесем разнообразие в нашу с вами прогулку и вернемся на главную улицу не напрямую, а пройдя через миниатюрный парк Стефана Стамбулова. Это местный революционер, принимающий активное участие в освобождении Болгарии от османского ига. Стефан учился в Украине и после окончания детской семинарии вернулся на родину, где впоследствии стал 13-м премьер-министром Болгарии. Судя по всему, его деятельность высоко оценили сами болгары, так как площадь с парком и фонтанами ему отгрохали очень даже пристойно. Причем место вышло настолько симпатичное, что на ней даже разместилась местная мэрия. А что, у мэра явно есть вкус. Долго здесь не задерживайтесь, ведь буквально через 150 метров мы дотопаем до самой главной площади Пловдиво, которая так и называется – Центральная. Главная она считается не в последнюю очередь из-за своих огромных размеров, где может собраться полгорода, а зимой туда же организовывают каток. На площади расположилось массивное здание главного почтампа. Архитектурными изысками оно не блещет. Единственный примечательный элемент на фасаде – это большие черные часы, которые были установлены тут после реконструкции здания. Кстати, вы обратили внимание, как часто по дороге нам попадаются часы? Совпадение? Не думаю. Это еще одна изюминка Пловдиво. Если в Софии все туристы берут себе за правило посчитать все статуи львов в городе, то для Пловдиво подобной фишкой стали именно часы. Но на Центральную площадь мы пришли не сверять время, а полюбоваться остатками Римского форума, который отхватил себе немалый кусок площади. Кстати, спуститься и погулять между камней можно совершенно бесплатно. Как и в большинстве других мест археологических раскопок Пловдиво, здесь ни охраны нет, ни ограждений. Пловдивский форум, или Агора, был коммерческим, административным и религиозным центром древнего города. Там проходили встречи, дискуссии, праздники и государственные церемонии. Эти камни хранят в себе многовековую историю, и сейчас я попробую кратенько вам ее поведать. Второе по величине город Болгарии – Пловдив. Пловдив можно назвать музеем под открытым небом. В нем воплотилась многовековая история развития. Это самый древний город Европы, в котором остались следы фракийцев, римлян, бизантийцев, османов и болгар. Под властью римлян город процветал. Он располагался на оживленной дороге из Босфора в Центральную Европу, и за несколько лет город стал торговым, административным и производственным центром. Вскоре после установления римской власти, Старая Агора была разрушена, и на ее месте был построен более крупный форум, остатки которого мы и видим сегодня. Во II веке центр города был полностью перестроен. Новые здания были грандиознее, изысканнее и дороже прежних, а песчаник был заменен мрамором. Улицы были перестроены, и под ними проложена сеть канализационных труб. К началу III века были построены два больших к ведука, которые снабжали город пресной водой. В IV веке нашей эры Пловдив был завоеван македонским царем Филиппом II, после чего сменил свое название на Филиппополис. С тех пор форум перестал быть безымянным, а обзавелся официальным названием, под которым теперь и значится на всех картах Римский форум Филиппополиса. Центральная площадь с форумом фактически является окончанием той самой пешеходной улицы, которая легла в основу нашего маршрута. И если вы думаете, что во время всего рассказа я просто бродила по короткому переулку взад-перед, то глубоко заблуждаетесь. Декорации вокруг были столь похожи друг на друга не просто так. Итак, только что мы с вами прогулялись по самой длинной пешеходной улице в Европе. В 2014 году пешеходная зона Пловдиво свернула Копенгаген с пьедестала и обрела пальву первенства с рекордной протяженностью пешеходной улицы в 1750 метрам. Та-дам! И город осмотрели, и самую длинную улицу Европы покорили. Вот такие мы экстремалы сегодня. Но если вы понадеялись, что на этом наш пеший тур закончился, то смею вас расстроить, так как прямо от площади начинается центральный парк Пловдиво. Ваши шагомеры будут просто в восторге. Центральный парк города Парк Царя Симона Он является одним из самых ярких и популярных мест в Пловдиве, куда любят приходить отдохнуть и жители города, и, конечно же, его гости. Евросоюз постарался на славу. Как гласит информационный стенд у входа, парк стоил порядка 4 миллионов евро. Он отлично подходит как для уединенных прогулок, так и для вылазок с детьми. Изюминка парка, конечно же, это красивейшие поющие фонтаны. Ну, а если вы задержитесь здесь до вечера, то сможете полюбоваться красивым ночным шоу. Оптимальным сезоном для посещения является лето, но я приехала в Пловдив в середину осени, поэтому в парке задерживаться долго не стану. Мне же еще на холм сбираться. Буквально в 500 метрах от парка начинается подъем к вершине пятого холма Джандем Тепе. Это самый высокий холм в Пловдиве. Его высота более 300 метров. Название означает «далекий холм», но гораздо чаще приходится слышать современное имя «молодежки холм», то есть «холм молодежи». В древности холм называли холмом Дриад, при Османа холмом духов и холмом Крокусов, но в какой-то момент даже адским холмом. Когда-то тут был храм Аполлона, потом Большая Базилика, а сейчас это природная достопримечательность. На холме располагается парк и обустроена детская железная дорога. В античные времена этот холм обеспечивал водой большую часть города. С его вершины начинал свой путь римский акведук, вода с которого поступала в старый город, проходя через еще один интересный холм. Шестой холм называется Бунарджик. Название происходит от слова «бунар», то есть «колодец», поскольку на холме много природных источников. Как я уже говорила, во времена римлян через холм проходил основной акведук Филипополя, а его склоны покрывали зеленые сады. Сейчас о былой красоте холма напоминает современная инсталляция на одном из склонов. Здесь оборудована очень интересная туристическая площадка с красивыми фонтанами и скамейками. Склон украшает величественные колонны нескольких ярусов римского акведука, а по скалам величественно наступает белый мишка. В настоящее время идет полная реконструкция территории холма. Общий объем инвестиций в благоустройство Бунарджика составляет около миллиона евро из бюджета города. По состоянию на 2022 год уже отреставрирована зона с фонтанами. Рядом оборудована большая детская площадка, прогулочные дорожки и даже зона с тренажерами. На выходных отреставрированную часть холма часто используют как сцену. Тут выступают детские коллективы, устраивают танцевальные соревнования и другие представления. Локация действительно вышла очень симпатичная, поэтому крайне рекомендую ее к посещению, особенно если вы прогуливаетесь в Пловдиве в компании детишек. В целом, думаю, через несколько лет холм сильно изменится и станет еще более популярным местом для туристических прогулок. Когда-то давно холм носил имя Геркулеса, на нем возвышалась статуя античного героя, ну а сейчас на вершине расположилась огромная статуя неизвестному солдату, а сам холм люди стали называть холмом освободителей или еще проще Алешей. Дорога к памятнику идет в гору, а дорожки парка выложены старой брусчаткой, поэтому крайне пригодится удобная и устойчивая обувь. В теории на холм можно даже заехать на авто, но над дорогой висит кирпич, поэтому я нарушать не стала и сбиралась на холм пешком. По пути есть несколько смотровых площадок, с них можно сделать фотографии окрестностей и полюбоваться прекрасным видом на город. Сам памятник представляет собой 11-метровую железобетонную скульптуру солдата, смотрящего на восток. Скульптура водружена на 6-метровый постамент, облицованный гранитом. Прообразом памятника является рядовой 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов. В честь него памятники назвали Алешей. Причем название настолько приклеилось к монументу, что после его установки все памятники неизвестным солдатам в Болгарии неофициально также стали называть Алешами. Памятник считается одним из основных символов города, правда, несмотря на это, его уже несколько раз пытались снести. Но чтобы понять причину, нам придется немного углубиться в историю. Да-да, я тоже в школе не очень любил этот предмет, но без контекста понять проблему памятника не удастся. Камнем преткновения является сама концепция монумента, полное название которого звучит как «Памятник советскому солдату-освободителю». И тут возникает вполне логичный вопрос, а от кого в принципе могла освобождать Болгарию советская армия? Союзные учебники как-то обходили этот момент, лишь немного намекая на освобождение Болгарии от нацистов. Где-то это я уже слышала. На самом деле, в отличие от многих других стран Европы, Болгария никогда не была оккупирована нацистской Германией. Все дело в том, что во Второй мировой войне царская Болгария по большей степени была нейтральной страной. Формально она была в союзе с Гитлером. Но нацистов в стране не было, евреев там не казнили. С Советским Союзом Болгария не воевала, да и в целом дружила. В Софии даже работало советское посольство. 2 сентября 1944 года после смерти царя и вовсе к власти в Болгарии пришло новое демократическое правительство, которое разорвало связи с Гитлером и уже через три дня после прихода к власти вынесло решение объявить войну Германии. Казалось бы, положение в стране начало налаживаться, но тут болгары получили нож в спину. Советский Союз объявил войну Болгарии и уже 8 сентября советские войска вошли в страну, попутно установив тут марионеточное правительство, которое по традиции начало репрессии и расстрелы оппозиции. Как и от кого освободили Болгарию советские войска осталось загадкой. Как и то, зачем в принципе понадобилось объявлять войну дружественной и нейтральной стране. С учетом исторического экскурса желание болгарств нести памятник становится вполне понятным. После развала Союза большинство жителей стали называть вторжение советских войск 1944 года оккупацией, а Пловдивский городской совет уже трижды принимал решение о сносе Алеши. Почему нельзя было назвать монумент памятником неизвестному болгарскому солдату, ума не приложу. Кто знает, быть может, через несколько лет на вершине холма вновь будет возвышаться статуя Геркулеса. Ну а пока здесь стоит Алеша. И для посетителей Пловдива это обязательный чекпоинт туристического маршрута. Ну вот так вот плавненько мы подошли с вами к последнему, седьмому холму Пловдива. Только я вам его не покажу. А все дело в том, что холма больше нет. Вот так. Слишком долго вы думали, нужно было раньше приезжать на осмотр Пловдива. Холм Маркова ТП, Марков Холм. Был назван в честь средневекового греческого короля Марка Мурнячевича. Находился он неподалеку от Сахатепе. По преданию, на его вершине были отверстия, якобы оставлены копытами королевского коня. Были ли они естественного происхождения или это было фракийское святилище, сейчас уже, увы, не узнаешь. Холм начали разрушать с конца 19 века и всему виной урбанизация, ведь город начал разрастаться, а для строительства нужен был камень. Его как раз и добывали из этого холма. Каменные блоки использовались в качестве материала для фундаментов и тротуаров. И хотя холма уже давно нет, то камни, из него извлеченные, остались в Пловдиве навеки. Так что формально холм я вам показала. Прогуливаясь по старому городу, вы ступаете по седьмому холму Пловдива. Так что все по-честному. Пожалуй, пришло время подводить итоги и делиться своим мнением о городе. Пловдив имеет долгую историю. На самом деле, это самый старый и населенный город в Европе. Ему предшествует Рим, Афина и Истамбул. Он был основан племенами фракийцев, предки современных болгар. Римляне построили внушительный стадион в Пловдиве, чтобы отмечать праздники и гонки на колесницах. Также театр, форум и одион, мозаика, валы, канализация и многое-многое другое. Это очень интересное и красивое место. Я считаю, что посетить такой древний город вы просто обязаны. Если время позволяет, то посоветую задержаться здесь на несколько дней, чтобы неспешно прогуляться по его старинным улочкам и величественным холмам. Вы явно не успеете детально осмотреть город за один день. К тому же, с учетом того, что в окраинах Пловдива притаилось множество величественных и исторических локаций, а в одну из которых мы отправимся с вами в следующем видео. Пока! Не стану выделываться и, как обычно, в конец видео добавлю карту города. Хотя в Пловдиве она, пожалуй, не обязательно, просто шагайте по главной улице и достопримечательности сами будут падать вам под ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...